Вышла финал, и в финале оказалась победительница. Очень титулованные победы на чемпионатах мира, я уже говорил о том и о том, что есть победы на турнирах Мастерс. Количество побед на турнирах Большого Шлема, но у бегущих побольше. У них 6 золотых и 1 бронзовая награда, что касается Джессики, у нее 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы. То есть по количеству, по объему у Джессики поболее будет, но вот золотых побед, сейчас она может эту статистику изменить. Конечно, они досконально друг друга знают, вдвоем готовятся, тренируются. Это определенные сложности, не то что определенные, это большие сложности. Поэтому, чтобы выиграть у своего товарища по сборной, обязательно нужно что-то дома, в своем зале, откуда ты вырос, где ты тоже оттачиваешь мастерство, готовить что-то индивидуальное. И причем не одно, а несколько ходов должно быть. Потому что старой техникой обыграть крайне сложно. Естественно, оппонент готов к этому. Так, шедо Матьо Батай убыстряет этот поединок. Это такой хороший рычаг у судей, механизм, с помощью которого они повышают градусы нерв в поединке. Особенно, когда прилетит второе шедо, оно прилетит. Да, знает Кристи, знает, что будет Джессика делать. Она великолепно через спину бросает, контролировала рукава. Чувствует! Да, они будут так соперничать, вплоть до Парижской Олимпиады. Сумеет ли Кристи добиться со второй попытки попасть на Олимпийский турнир? Вот эти барышки решают в очном споре. Сейчас в том числе. Поэтому победа крайне важна. Именно победа. Причем очень важно даже качество этой победы. Вот в ситуации, здесь выиграть по замечаниям, ну, может быть, для них, знаете, с точки зрения психологии и конкурентной борьбы, это важно, но тут нужно техническим действием. Или удержание, или болевой, удушающий бросок. Ты должен доказать, что ты сделал соперника не тактически, а именно сделал за счет техники. Хотя, думаю, что вполне этот поединок завершится у нас и замечаниями. Чувствует! Ну, вот и второе шедо. Ну, абсолютно предполагаемая ситуация. Наверное, да, началась уже все, тактическая борьба. Уже на третье замечание работает и тот, и другой участник этого финала. Пыталась сейчас в зону поддавить Кристия. Но Джессика понимает. Это обозначила бросок с колен через спину. Коронный ее прием. Мы приближаемся к финишу нашей первой трансляции. Вот это такое жесткое падение. Первая трансляция из Тель-Авива. Турнир Большого Шлема. Отмечу, что три дня он пройдет. И завтра, в пятницу, точно так же по Москве, мы будем смотреть, как разыграют награды в двух весовых категориях. У мужчин 73,81, и у женщин 63,70 килограммов. Какой зацеп и ослабьется рука. Мне времени не хватило, но очень цепко работает. Все видят, ошибок практически не прощают здесь. Да, да, мы закусились. Меня что радует, зрители в Израиль не уходят. Все уже, понимаете, есть спортсмены, бороться не будут. Сидя смотрят. Удалось это фирспорта в этой стране раскрутить, сделать популярным. И во всяком случае, то, что зрители смотрят и будут ждать награждения, это здорово. Ну что ж. Да. Кристи делает еще один шаг к своей победе. Опять активное атакующее действие. Второе подряд. Если сейчас Климкейт не переломит эту ситуацию, она проиграет. Тремя. 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 Так, подворот опасный против руки, против прямой руки опасно. И это наказывается, если сейчас орбитры увидят нарушение. И пока без изменений. Вторая минута добавленного времени до золотой оценки. В нашем случае, скорее всего, это будет третье замечание. Реакция понятна публике, как стягивание, атака Джессики Клинкейт, как стягивание воспринято зрителями. Я не соглашусь. Хороший захват контролирует рука в Клинкейт. Ну, подворот сейчас не совсем удачно. Ну, в общем, примерно так же ответила и Дегучи. Устали уже. Так, хороший захват односторонний. Долго нельзя с ним стоять. Да, поэтому и разрывает его. Кристи, надо атаковать. Джессика подворачивается еще раз, но как в стену. Тут важно не ошибиться, чтобы не было расценено как стягивание. Фальш-атака. Семь минут отборолись. Пемп высокий. Опять зацеп. Два отворота. Два рукава, точнее. Зацеп такой не опасный. Тем не менее, она показывает свою энергию, свой наступательный порыв. Позади. Семь тридцать. Захват-захват накажут сейчас, Валарина. Вдвоих же шедо. Сейчас любого наказать могут. Чего ждет Дегучи, непонятно. Она сейчас чуть-чуть инициативу упустила. Какое завершение, Кристи. Что, что упустило инициативу. Какое завершение. Да. Еще раз отвечу, насколько принципиально было выиграть броском. И это делает призер Олимпийских игр. Чемпионка мира 21-го года. Джессика Клим Кейт. Сейенаги с колен. На восьмой минуте этого поединка. Видите, сколько эмоций. Как тяжело. Но это спорт. Большой спорт, который называется мировой тур-зюдо. Для вас работал комментатор Владимир Ваницкий. И завтра увидимся в то же самое время по Москве. Итак, всем здоровья. До встречи на татами. Еще поборемся.